Туастрейт и Урнал, США Инвесторы, пытаясь укрыться от глобальных проблем, скупают валюты Египта и Украины Аэры и Асибашвили Туастрейт и Урнал, США 30 июня 2019 года Инвесторы активно скупают такие экзотические валюты вроде египетского фунта и украинской гривны, поскольку они ищут активы с незначительной корреляцией относительно глобальных рынков, а происходит все это на фоне растущих опасений по поводу роста экономики и торговли Упомянутые выше валюты оказались среди лидеров на рынке обмена валют На рынок давит сильный доллар и опасения по поводу замедления глобального роста При этом египетский фунт вырос на 6% по отношению к доллару с конца января, а гривна в этот же период – на 5% Египет и Украина предлагают двузначные показатели доходности на своем местном долговом рынке, в сравнении с всего лишь 2% доходности десятилетних казначейских облигаций США и отрицательных показателей японских и европейских инвестиций с фиксированным доходом Однако для многих инвесторов главная притягательность упомянутых валют состоит в их устойчивости на фоне серьезных проблем с другими активами, вызванным, среди прочего, торговыми трениями между Соединенными Штатами и Китаем, политикой Федрезеровой и других крупных центральных банков Поскольку на подобные валюты влияют причины, далекие от глобальных вопросов, покупатели полагают, что они могут послужить тихой гаванью в период стресса на рынке Вместе с тем, такие активы как акции, бонды и сырьевые товары шли нога в ногу в недавние периоды рыночной волатильности В отличие от многих активов развивающихся рынков, которые, на самом деле, не способствуют диверсификации вашего инвестиционного портфеля Эти варианты обеспечивают настоящую диверсификацию, сказал Йенс Нестет Йенс Нестет, главный портфельный менеджер компании M-Soset Management В результате указанная валюта привлекает к себе такое внимание инвесторов, с которым они раньше никогда не сталкивались отметил господин Нестет Инвесторы начали более оптимистично воспринимать Египет несколько лет назад И произошло это после проведения определенных изменений финансовой системы из страны и получения кредита объемом в 12 миллиардов долларов от Международного валютного фонда, МВФ, в 2016 году Украина тоже получает поддержку от МВФ, и инвесторы полагают, что новая президентская администрация продолжит проводить изменения и будет бороться с коррупцией Разумеется, существует много поучительных историй о том, как инвестиции в сравнительно неликвидные валюты оказывались неудачными Одна из них связана с аргентинским ПИСО, который был популярен среди инвесторов несколько лет назад благодаря заоблачной прибыли в этой стране и обещания политических перемен Однако неопределенность относительно политики Аргентины усилилась в тот момент, когда в 2018 году волна традиционного ухода от рисков нанесла удар по развивающимся рынкам В прошлом году котировки аргентинской валюты по отношению к доллару упали на 36% Оборотная сторона состоит в том, что интерес к этим валютам может оказаться слишком большим И тогда складывается такая ситуация, когда очень большое количество денег пытается просочиться через очень маленькую дверь, подчеркнул господин Нестет Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ